Сейчас в доме 32 по Союзной улице проходит общее собрание собственников в электронном виде с помощью единой информационно-аналитической системы ЖКХ. На повестке дня несколько актуальных вопросов, в том числе демонтаж мусоропровода и переход на электронный формат собраний. Очень хочется, чтобы наши жители и наши соседи тоже подключились к этому, потому что собрать собрание в доме очень сложно, провести его и какие-то принять решения, когда 90% людей, то пандемия, то лето, то дача, собрать тяжело. А с использованием этой системы, находитесь вы на даче, находитесь вы в отпуске, пришло сообщение на почту, зашли через госуслуги, подтвердили, да, да, нет, нет, все, получили информацию. Стоит только помнить, что если в квартире несколько собственников, то проголосовать должен каждый. При этом, пользуясь системой, можно отслеживать информацию о проведенных собраниях. Многие решения, касающиеся дома, в дальнейшем будут приниматься в кратчайшие сроки, без бумажной волокиты. Мелкими уверенными шагами мы идем к цели, потому что технология не стоит на месте, да, мы живем уже в 21 веке, в веке технологий, вот, и хочется уже, соответственно, быть всегда на высоте. Правда, новой системе пока не очень доверяет старшее поколение, боятся за безопасность личных данных. Они, а также те, у кого нет технической возможности проголосовать в электронном виде, отдать свой голос смогут по старинке, на бумажном носителе. А затем передать бюллетень администратору собрания для дальнейшего внесения сведений в систему. В первую очередь, это безопасность, подделать голос собственника никто не сможет, как раз вот, к вопросу о том, что подделывали бюллетени, как некоторые заявляли собственники, что мы не голосовали. Теперь, если вы проголосуете через госуслуги в личном кабинете ЯЖКХ, никакой голос подделать невозможно. Возможность проведения общего собрания в электронном виде у собственников помещений в многоквартирных домах Одинцовского округа появилась в 2019 году в рамках пилотного проекта. По итогам прошлого года мы стали лидером рейтинга муниципалитетов по проведению общих собраний в электронном виде. Сейчас почти половина жилых домов округа уже опробовала на себе голосование с помощью единой информационно-аналитической системы ЖКХ. С мая 2020 года внесены изменения в жилищный кодекс, которые позволяют проводить электронные собрания сразу в электронном виде. То есть первое собрание проводится, выносится пять обязательных вопросов, там выбор администратор, выбор порядок приема администраторам и утверждение, собственно, самой системы для проведения этих собраний. Удобство электронного голосования очевидно. Для участия необходимы лишь выход в интернет и регистрация на портале госуслуг. Инициатором референдума может стать любой собственник, управляющая компания или орган местного самоуправления. Необходимо лишь зайти в систему и заполнить заявку. Голосование начнется не ранее 10 рабочих дней после даты инициирования и продолжится от 7 до 60 дней. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.